Дорогие друзья, я всех приветствую в магазине Массима Дути. Несмотря на толкучку, давку и кучу народу, мне все-таки удалось кое-что поснимать из новой коллекции в Массима Дути. Выпускаю это видео после того, как я выпускала примерки. И если вы смотрели мои видео примерок в Массима Дути на распродаже, то вы видели какое-то полное, я не знаю, фиаско. Причем оно меня преследует каждый раз, когда я приезжаю в Массима Дути и пытаюсь что-то примерить. Именно в этом магазине, как я уже говорила в предыдущем видео, к сожалению, магазин, который находился рядом с моим домом, закрыт. И мне приходится очень далеко ездить, час езды до Массима Дути. Каждый раз я приезжаю, каждый раз я даю себе слово, что больше я в него не поеду, потому что смотреть не на что, примерять нечего. Но любопытство берет верх, и я все равно как бы раз в несколько месяцев, может быть даже в полгода, может даже в год, я не помню, когда я последний раз была в Массима Дути. Я все-таки отправляюсь туда. И вот снова с примерками очень все получилось неудачно. Но тем не менее, я решила поснимать новую коллекцию. И к моему удивлению, новая коллекция состоит из абсолютно летних вещей. Я, честно говоря, думала, что будет больше какого-то такого осеннего ассортимента. А здесь просто лето, абсолютное лето. Тонкие ткани, хлопок лен, все такое прозрачное, пляжное. Вот вы видите, даже вот такая вот рубашка, сарафаны какие-то. Ну, то есть вообще ни намека ни на какую осень. А как раз на распродаже очень много вещей теплых. Свитера, плащи, вот какие-то такие, которые я не хотела брать в примерку. Именно потому, что сейчас лето. Совсем как-то не хочется примерять свитера. Я не очень поняла, что происходит. В принципе, как бы сейчас должна быть распродажа летних вещей. Но в Массимо Дуте произошла какая-то вот такая вот такой крен в сторону более зимних вещей на летние распродажи. Возможно, еще и потому, что все самые такие летние вещи с распродажей уже раскупили. Остались вот именно свитера. Именно потому, что люди сейчас особо не покупают зимние вещи. И поэтому они остались еще висеть. Распродажа в Массимо Дуте не очень дешевая. Еще цены довольно высокие. Поэтому я не стала ничего покупать. Кстати, вот платье белое. Вы помните, я примеряла в кос белое и синее платье. Вот такой же вот простроченным лифом. Резиночкой такой вот простроченный лиф. Здесь оно сделано на одном плече шлейка. Второе плечо, так сказать, без ничего. И вот тоже такая пышная юбка. Очень похоже на платье из кос. Вот из всего, что я снимала, вот это самые такие осенние вещи, скажем так, более такие теплые. Это такое платьице за 200 долларов в стиле Шанель. Абсолютно все. Прямо вот и ткань, и фасон, и пуговицы. Все абсолютно сделано вот именно под Шанельку. И оно такое вот потеплее. А все остальное вот совершенно такое летнее. Абсолютно еще как-то совсем не тянущее на новую осеннюю коллекцию. Хотя я знаю, что в масс-маркете есть в каждом сезоне. Каждый сезон имеет несколько коллекций. То есть это не то, что коллекция весна, коллекция лета. Там в течение сезона, например, летнего, по-моему, 4 или 3 коллекции они выпускают. Это что касается Зары. Вот что касается Масима Дути, я не уверена. Кстати, вот такая рубашка за 150 долларов 100% лен. С красивой такой отделкой на рукаве. По-моему, я что-то подобное примеряла в Манго. Я не помню. Но было что-то вот с отделкой на рукавах. По-моему, может быть, я путаю. Еще один такой тоже осенний костюмчик. То же самое, что платье под Шанель. Здесь такой костюм под Шанель. Пиджачок и юбочка коротенькая. Пиджачок такой с коротеньким рукавом. Я бы даже назвала его больше топом, кофтой, блузой какой-то, а не пиджак, потому что он на пиджак явно не тянет. Очень красивая белая юбка, тоже льняная. Сейчас я ее переверну. Оно задом наперед висит. И они предлагают ее носить с такой джинсовой, без рукавов, таким топом, с необработанным краем в боках. Кстати, мне нравится, что в Массимо Дуте они как бы делают комплекты. Вот вешают две вещи сразу, которые они друг другу подходят. И, в принципе, действительно, вот такая джинсовая блуза топ очень подходит к этой тоже льняной юбке. Она действительно очень красивая. 170 долларов она стоит. Юбка такая с запахом. Немножко напоминает льняную скатерть. Правда же? Вот если вы вспомните, как выглядит льняная скатерть с такой отделкой, с такой, знаете, мережкой по краю, вот эта вот юбка, она немножечко напоминает такую вещь. Единственное, что мне кажется, что белые льняные вещи очень прозрачные. Юбка, по-моему, без подкладки. И это, в общем, может послужить достаточно неприятным моментом. Я вообще как бы к льняным юбкам отношусь с большим таким подозрением, потому что если топ льняной, вот, допустим, как этот, ткань довольно прозрачная, вот они его, кстати, предлагают носить с полосатыми шортами, то топ, ладно, такой немножко прозрачный, это нормально. А вот юбка такая прозрачная, это как бы уже, ну, как-то так не очень удобно. И не надо думать там подкладки какие-то, в общем, сложно все. Вот тоже льняная блуза, белая, с красивой отделкой на манжетах и на воротнике, такой шитьем вырезанной. Кстати, 130 долларов, я вам хочу сказать, для льняной блузы это не так уж и дорого. По-моему, мы видели, в Манго были по 100 долларов льняные рубашки. Ну, в общем, судя по ценам в Масиме Дути, Масиме Дути вообще стал довольно дорогой магазин, всегда и был, собственно, сейчас тоже дорогой. То вот 130 долларов для льняной блузы, белой, в общем, не так уж и страшно. Хотя, честно говоря, я уже просто, наверное, привыкла как-то к этим ценам. Вот 100 с чем-то, 130, 200, 180, 150, как-то я уже на них смотрю более, так сказать, спокойно, потому что, ну, в общем, какое-то время назад они приводили меня в легкий такой шок. А сейчас как-то я уже привыкла, потому что все так подорожало, что везде такие вот цены. Очень, кстати, красивое платье такое с такой греческой богиней, синего цвета. За сколько? За, ну, вот, пожалуйста, 220. Ну, да, ну, как бы я уже даже не охую, не ахую, потому что уже привыкли мы к этому. Красивая корзиночка плетеная из соломки. И вот снова льняные блузы. Много, кстати, у них вещей белосиних. Кстати, это, по-моему, вот какая-то такая тенденция летняя. Сколько она стоит? Тоже 130 долларов. Тоже льняная, по-моему, блуза. И бело-синий. Мы вот снова бело-синяя, только немножко другой синий. Немножко другой рисунок. Она такая подлиннее, поэтому она немножко подороже. Она, видите, довольно длинная. Вот висит с белой юбкой, по-моему, или с белыми брюками. Довольно красиво выглядит. Красивая расцветка рисунок. Довольно симпатичный. Джинсовая юбка с каким-то топом тоже таким. из трикотажа. И вот такая вот кожаная корзиночка. Авоська. И сделанная из кожи. Я как бы, да, ну я понимаю. Ну, знаете, мне кажется, вот такое летнее соломки, вот из ниток каких-то, вот такая вот сумка, это нормально. А кожаная, ну, что-то, я не знаю, мне кажется, это как-то лишнее, потому что, тем больше, кожа дорогая. Зачем ее делать из кожи? Непонятно мне. Ну, ладно. Максим и Дудя так решили. Хорошо. Еще немножко льняных летних вещей вам в видео. Все-таки лето в разгаре. Для нас, но я хочу сказать, я уже в каком-то видео говорила, что для магазинов, для ритейла июль, середина-конца июля, это уже все. Это уже осенняя коллекция. Все уже начинают поступать в магазины свитера, плащи и так далее. Вот Максим и Дудя только их еще распродает. А продолжает, так сказать, продавать вещи, которые не на распродаже. Они еще совершенно летние, хотя вот в этот период времени, к августу, к началу августа начинает распродаваться уже летняя коллекция. Должна быть начата распродажа и даже уже, в общем-то, где-то к середине августа она уже должна быть распродана вся. Желательно, чтобы освободить место в магазине для новых зимних вещей, потому что где-то в августе уже народ начинает смотреть как-то на осенние коллекции и уже хотят видеть в магазине вещи более такие теплые, какие-то тонкие свитера, какие-то плащи, вещи для осени. А вот здесь пока еще все только лето. Лето. Вещи, кстати, красивые, я хочу сказать. Ну вот, сарафан 220 долларов. Очень красивая расцветка. Я хочу сказать, что на распродаже я ничего не нашла интересного. А в новой коллекции, да, есть симпатичные вещи. Вот я вам показываю, такие топы интересные с кружевом. Все такое очень этническое. Хлопковое, льняное, в общем, то, что надо. Цены безумные. Ну, как бы, нам уже, мы уже привыкли. И вот, очень красивое платье, бесподобное. Мне оно очень понравилось. Я прям даже решила, что я приеду снова в Массима Дути, несмотря на дальность расстояния, для того, чтобы его примерить. И если оно еще будет в магазине. И мне очень захотелось его примерить. Мне очень интересно, как оно сидит. Оно не дешевое. Платье красивое. Я видела его у некоторых блогеров. И, в принципе, вот, по-моему, заслуживает того, чтобы его померить. Ну, все. И будем прощаться вот на фоне вот такой вот странной скульптуры, которая стоит напротив магазина Массима Дути. Она стоит в этом шоппинг-центре, в котором я находилась. Совершенно непонятно, что она означает, но она довольно забавная для того, чтобы ее снять и показать вам. А на сегодня все. Всех люблю, целую. Увидимся совсем скоро. С вами, дорогие друзья, была Дита из Канады. Пока-пока-бай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok